Фэшн коллекшн в модных заведениях твоего города. Приветствовали демонстрантов глава Сургута Дмитрий Попов и губернатор Югры Наталья Комарова. Возглавили колонну машины, отправляющиеся в автопробег до Севастополя. Сургутяне примут участие в Крымском параде Великой Победы и поддержат ветеранов. В гуще событий побывала Екатерина Любешева. Итак, остаются считанные секунды до старта колонны из Сургута в Севастополе. Со мной рядом замечательный человек Виктор Николаевич Рябчиков, который тоже отправляется в эту поездку. Виктор Николаевич, расскажите, пожалуйста, о ваших ощущениях, впечатлениях. Ну, вы знаете, просто мечтал быть 9 мая в Севастополе, потому что с 97 года Журавушка работает в Севастополе. Несколько раз мы были на этом празднике. Это действительно вот нечто, это надо увидеть. А нынче, вот в связи с тем, что произошло, Крым стал российским. Плюс 70 лет освобождения Севастополя. Севастополь был освобожден 9 мая. Вы знаете, ну это надо там находиться, чтобы это прочувствовать. И, ну, наверное, я счастливый человек, и Бог моей мечты услышал. Я рад. Наш автопробег посвящен, безусловно, 70-летию освобождения города-героя в целом Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Цель нашего автопробега – это оказание материальной и моральной помощи участникам Великой Отечественной войны. Мы везем и подарки, и моральную помощь, и везем и помощь от наших школьников, школьникам Севастополя, книги, их письма. То есть достаточно большой такой комплект. Мы проедем, возложим цветы в памятнику родине-матери в Волгограде, побываем в городе-герое Керчи, там тоже встречаемся с ветеранами и со школьниками. И конечная точка – это Севастополь. Организатор автоколонны в лице Андрея Булатова обещает привезти из поездки очень красивый фильм. А вместе с тем первые 100 метров с ним проезжают его внуки. Ребята, расскажите, куда едет ваш дедушка? К Кэм. А зачем он туда едет? На парад. На парад. Сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в Кремле вручит самую высокую трудовую награду Российской Федерации, звезду, героя труда Российской Федерации, нашему земляку, сургутянину Ивану Айдулину, мастеру из Сургут-Нефтегаза. 40 лет его трудовой жизни связано с ТЭКом, с Сургутом и таких сургутян, земляков у нас большинство. И так иду ни много ни мало в депутатской колонии, хотя вот уважаемые народные избранники у нас скромничает. Виктор Николаевич, а вот вы помните ваш первый парад? Первый парад? Конечно, помню. Это было, если не ошибаюсь, 2001 год. И я работал в управлении координации внешних и общественных связей. И вот буквально, что называется, организовывал его. Я помню, с каким энтузиазмом и профсоюзные лидеры, и профсоюзные организации восприняли. И на самом деле, когда несколько десятков тысяч людей собираются в одном месте для того, чтобы, знаете, вот просто почувствовать друг друга, увидеть друг друга, мне кажется, что это очень важно. А правда говорят, что вот на некоторых парадах надевают платья, шорты, юбки. Вы вот верите в это, что может такое быть? Платья, шорты, юбки. Ну, есть некоторые парады. Например, наш парад, который посвящен Дню Молодежи. У нас, например, несколько десятков невест одевают свои платья, вспоминают, достают из-за кромов, да, и проходят по вот буквально по этой же самой дороге. Ну, Сургутский 1 мая вот не позволяет так одеваться. Сургутский 1 мая? Ну, вот не сегодня, не сегодня, поэтому обычно это какая-то утепленная такая одежда. Я так понимаю, что люди греются не только снаружи, но и где-то изнутри, но это тоже часть процесса, поэтому мне кажется, что очень здорово. Самое главное, чтобы люди были в безопасности, чтобы чувствовали себя хорошо, потому что все-таки вот этот... Хорошим настроением греется. Ну, порыв он дорогого стоит, поэтому дай бог, чтобы так оно и было. На правую пойдешь, счастье найдешь, налево пойдешь, веселье обретешь, прямо пойдешь, радость найдешь. Колонна расходится во все три стороны, чтобы продолжить праздник уже в своих более теплых компаниях. А для вас в день весны и труда работали Екатерина Любешева, Гамзат Магомедов, Сургут Интерновости.